Губернатор Донецкой области, частично контролируемой Украиной, призвал жителей к эвакуации, чтобы дать возможность армии эффективно вести оборону. В Великобритании ушли в отставку министр финансов и здравоохранения. Они выразили недоверие премьеру страны Борису Джонсону, что делает его положение еще более шатким. В Италии сильнейшая за последние 70 лет засуха. В нескольких регионах введен режим ЧАЭС под угрозой аграрные и животноводческие секторы. После трехлетнего перерыва вновь запущен большой адронный коллайдер. Ученые обнаружили ранее неизвестные науке частицы. Два человека погибли и семеро получили ранения во вторник в Славянске в результате ракетного обстрела российской армии, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко. Обстрелу второй раз в воскресенье подвергся городской рынок и близлежащие улицы. Кириленко призвал жителей области, часть которой находятся под контролем Украины, покинуть свои дома, чтобы дать возможность армии эффективно вести оборону. В ходе брифинга в Краматорске, где находится региональный штаб ВСУ, Павел Кириленко пояснил. Сегодня в регионе осталось около 350 тысяч человек по сравнению с полутора миллионами, которые жили здесь раньше. Но все равно это большие цифры. Моя главная цель, я буду говорить об этом с местной администрацией и буду говорить жестко. Даже если люди не хотят уезжать, говоря, что сами позаботятся о своих домах и своей жизни, их надо эвакуировать. Во вторник вечером сирены воздушной тревоги раздавались в самых разных регионах Украины, где-то после многих недель затишья. С российской стороны сообщили об обстреле Донецка, в результате которого, как утверждается, погибли трое мирных жителей, в том числе ребенок. По данным агентства ООН по делам беженцев, более 7 миллионов украинцев стали перемещенными лицами с начала российского вторжения. И почти 5 миллионов покинули страну. По итогам конференции в швейцарском Лугана, десятки стран договорились оказывать Украине долговременную финансовую помощь. В совместной декларации указывается, что процесс распределения средств должен быть прозрачным. И подчеркивается необходимость систематически укреплять верховенство права и искоренять коррупцию. Нидерланды уже выделили Украине 200 миллионов евро. Эти средства направляются на ежедневные затраты украинского правительства, такие как выплата зарплат госслужащим, учителям и работникам системы здравоохранения. Этот новый вклад поступает дополнительно к нашей предыдущей финансовой помощи, которая достигла 140 миллионов евро. По оценкам правительства Украины, реализация плана по восстановлению страны потребует не менее 750 миллиардов долларов. Литва поддержала идею об использовании замороженных активов РФ. Прежде всего мы должны создать финансирование. Нужно найти больше средств в наших собственных бюджетах, либо взять коллективный кредит. Но наиболее адекватный и справедливый путь – конфисковать и использовать замороженные санкциями активы России. Мы не сможем воскресить людей, убитых Россией. Но у нас есть реальный шанс заставить агрессора заплатить, потому что эти активы содержатся в наших банках и пришвартованы у наших берегов. Правительство Украины планирует в первую очередь восстанавливать критически важные объекты гражданской инфраструктуры. В результате российской военной агрессии в стране разрушены сотни больниц, школ и детских садов, десятки тысяч жилых домов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в непростой ситуации, после того, как два ключевых министра из его правительства подали в отставку во вторник, заявив, что потеряли доверие к премьеру и не согласны с его методами руководства. Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджи Джавид посчитали невозможным оставаться в правительстве по этическим соображениям. Они назвали неубедительными объяснения Джонсона по поводу обвинений в адрес его назначенца. Общественность праве ожидать, что правительством руководят должным образом, компетентно и серьезно, написал Сунак. Понимаю, что, возможно, уже не вернусь на министерский пост, но считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку. Джонсон был вынужден отказаться от сделанных ранее заявлений по поводу назначения заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера, который ушел со своего поста на прошлой неделе в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Ранее британский премьер оказался в центре другого крупного скандала из-за участия в вечеринках, вопреки действовавшим в стране антиковидным ограничениям. Другие члены кабинета не стали подавать в отставку. Новым министром финансов стал Наджим Захавии. Пост министра здравоохранения занял Стив Баркли. Между тем, по мнению ряда наблюдателей, этот новый скандальный эпизод говорит о шаткости положения Джонсона. В Италию пришла сильнейшая за последние 70 лет засуха. В нескольких регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации. Власти не исключают, что придется прибегнуть к нормированию питьевой воды в дневное время. Хотя в некоторых районах ограничения уже действуют. Например, ночью подача воды перекрыта полностью. Отсутствие осадков и рекордно высокие температуры парализовали производство риса и кукурузы на итальянском севере и в районе реки По. Уровень воды в ней упал до минимума. Ассоциация фермеров страны оценивает ущерб в более чем 3 миллиарда евро. Засуха ударила и по сектору животноводства. Заводчики всеми силами пытаются спасти скот, но расходы стремительно растут. У нас есть система вентиляции для коров, которая помогает им выдержать жару. Она стоит 65 тысяч евро. Кроме того, выросли затраты на электроэнергию. Вентиляторы работают 24 часа в сутки, даже ночью. Ситуация усугубляется год от года тем, что зимой в горах выпадает меньше снега, особенно в Южных Альпах. Из-за этого происходит снижение уровня воды в реках. Ученые считают это следствием изменения климата, на которое напрямую повлияла деятельность человека. Президент США прочел письмо американской баскетболистке Бритни Грайнер, задержанной в России. Джо Байден пообещал сделать все возможное, чтобы ей помочь, заявили в Белом доме. Добиться освобождения американцев из российских тюрем наша приоритетная задача, добавил он. 31-летнюю спортсменку задержали в феврале в Шереметьево по подозрению в попытке ввоза наркотических веществ. В США 21-летнему Роберту Крима, задержанному после стрельбы в день независимости в городе Хайлен-Парк, предъявлено обвинение по 7 пунктам. По последним данным, жертвами нападения стали 7 человек. Около двух десятков получили ранения. Если Крима признают виновным, ему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. В столице Турции полиция разогнала ЛГБТ-парад во вторник. Несмотря на запрет властей на организацию подобного рода мероприятий, около 50 человек с радужными флагами вышли на улицу в центре города, чтобы отметить окончание месяца гордости. Полиция остановила шествие и задержала по меньшей мере 30 человек, принимавших в нем участие. Европейский центр ядерных исследований не перестает удивлять научный мир. Через 10 лет после открытия бозона Хиггса самый мощный ускоритель частиц на планете был перезапущен. Три года модернизации пошли большому адронному коллайдеру на пользу. Во вторник он возобновил работу с рекордной энергией столкновения. Активная фаза продлится как минимум до 2026 года. Мы планируем сгенерировать немало данных для экспериментов. Они помогут понять, как протекает процесс взаимодействия бозона Хиггса с другими частицами. Буквально вчера мы отмечали годовщину его открытия, но до сих пор не знаем всех свойств этих частиц. Это один из самых важных вопросов, на которые нам предстоит ответить. И еще один касается темной материи, темной энергии. Было бы здорово найти в коллайдере ее следы. Физики Церна уже объявили об обнаружении трех ранее неизвестных науке частиц. Возможно, с их помощью ученые узнают что-то о таинственной силе, связывающей субатомные частицы. Ожидания научного сообщества велики. Ученые хотят узнать больше о природе бозона Хиггса, частицы, придающей всему массу. Еще одна загадка, которую они хотят разгадать, касается темной материи. Куда исчезла та ее часть, которая образовалась после Большого Взрыва? Мы видим лишь 5% Вселенной, и все еще ищем остальные 95% ее материи. Таковы главные задачи Церна на ближайшие три года работы коллайдера. Все это время физики и инженеры будут изучать бесконечно малое, в надежде вычислить и понять бесконечно большое. Субтитры создавал DimaTorzok